Кажется, обычная тренировка, но не совсем. Так хоккеисты готовят свою площадку под лед. Сначала утаптывают снежную подушку, тогда лед не треснет и будет ровным. А пока катка нет, тренируются у соседей в Вовоже, накрытом. Каждую неделю наматывают по 300 километров. Я хочу быть похожим на Овечкина. Почему? Потому что я нападающий. Овечкин тоже нападающий. Нападающему опарину ради своей мечты попасть в большой хоккей. Где-то приходится жертвовать личным временем, где-то сном. С выездных тренировок возвращаются поздно, а домашнее задание никто не отменял. Договоримся с родителями, по очереди возим. Но в одной машине всех не свозишь, так что ездим на нескольких машинах. Из-за этого недобор. Вакантных мест в секции около 30, но не идут. Вот был бы свой крытый лед, тогда бы не пришлось зависеть от погодных условий. Вот снег, вот теперь это все тоже влияет. Холодно, мы тоже не можем ребят выпускать на тренировку, если температура ниже 20 градусов. О том, что Можге нужен свой ледовый, тренер Луча написал в соцсетях главе Удмуртии. И Александр Бричалов ответил. Через год был готов проект, нашли спонсора. И вот сегодня уже залит фундамент. В ближайшие недели строители соберут каркас здания. К апрелю коробку. Через год обещают ледовую арену сдать. А в 2020-м завершат и благоустройство территории. Здесь не только ледовая арена. Тут еще есть зал для общих, так скажем, для волейбола и для баскетбола. Дизайн уникальный. Можгинский дворец спорта не будет похож ни на один в Удмуртии. А пока ледовой арены нет, есть старая хоккейная коробка. И большой стимул не опуститься в турнирные таблицы. На днях Можгинский луч из Казани привез золото. Марина Балин, Анастасия Редько, Максим Кузнецов. Телеканал «Моя Удмурти». Тихо, тихо, тихо.